Мир вам! Вы смотрите программу «Секрет успеха. Основанно Библии» Это программа, через которую мы изучаем некоторые стихи из Библии. Каждый год мы выбираем на целый год стихов. На 2017 год мы выбрали стихи из Нагорной проповеди. И на предыдущей неделе мы изучали стих, который уже заканчивается. Нагорная проповедь – это стих из иллюстрации о всей Нагорной проповеди. «И так всякого, кто слушает слова Моисеи, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Мы знаем эту иллюстрацию. Но что важно, я хотел бы сегодня друг другу напомнить, что, во-первых, Нагорная проповедь написана для верующих людей, для христиан. И то, что там говорится, делать это или не делать это, это говорится для христиан. Например, в моем понимании обычно было так, что мы, христиане, идем узким путем и узкие ворота, но не христиане широким путем. Но если посмотреть более внимательно, то это говорится только для христиан. А это значит, что есть христиане, которые сидят, ходят на собрания, поют, читают Библию и идут широким путем. И есть христиане, которые сидят на собраниях, читают Библию, проповедуют, идут узким путем. Также это касается в этой последней иллюстрации, которую мы только что начали читать. Интересно, что этих два здания или два человека, которые построили дом свой, есть их как минимум три сходства, которые мы видим, которые также подметил доктор Мартин. Вот какие это сходства. Оба имеют одно желание. Я прислал себе картину сразу, приходим мы на собрание, и так как те два человека, так и мы, оба имеем желание. Прославить Господа, получить что-то назидательное, изменить что-то в нашей жизни, увидеть друг друга, помолиться и так дальше. Оба два желания. И эти желания хорошие. Второе. Оба строят в одной местности. Это подчеркивает, что те люди именно находятся в одном доме молитвы. И так сказать, я в консервативной церкви, поэтому все хорошо, я могу быть в безопасности. А тот человек в либеральной церкви, поэтому и такие проблемы. Поэтому он не устоит. Нет. Они имеют одно желание, пришли в дом Божий, они приходят в тот самый дом Божий. И третье сходство. Для того и того человека приходит испытание. Испытание приходит так и для тех, кто сильны в вере, так и для тех, кто не сильны в вере. Два здания, два человека. Но какое их есть различие? Какое различие? Различие, и оно приносит, почему различный результат. Благоразумный углубился и положил основание на камни. А безрассудный построил без фундамента на песке. Одно различие, которое даже невидимое, невидимое для глаза человеческого. Если бы мы подошли к этим людям, посмотрели на здание, да, и это здание красивое, и то здание красивое. Ничего бы не сказали. Никакая разница. Возможно, даже то здание, которое было бы на песке, оно было более красивое. Оно, возможно, было бы ближе к воде, оно было бы более красивое, потому что он, этот человек, не тратит свои силы, энергии, финансы на то, чтобы углубиться, залить фундамент. Он, возможно, красивее бы сделал это здание. Но результат ужасен. Больше мы будем дальше размышлять на этой же неделе, какой результат. Но все же немножко сказать, одно здание устояло, а другое нет. Из-за фундамента. Мы знаем, что основание для нас, для христиан, есть сам Иисус Христос и Его учение. Но когда я размышлял об этом фундаменте, мне пришла мысль, ведь фундамент невидимый для людей. Вот мы не видим фундамент. И что, если именно в Нагорной проповеди есть что-то, что невидимое для людей, но оно очень важное. Интересно, что много мы можем перечислить. Например, блаженный нищим духом. Вот не сильно ты видишь вот эту нищету. Только Господь видит. Но все равно не за это главное, я бы сказал, имеется в виду. Блаженный чистый сердцем. Тоже только Господь видит настоящую чистоту сердцем. Но что-то здесь есть глубже. Которое туда и входит и нищета духа, и чистота сердца и так дальше. Если мы читаем стих Матфея 6.6, то мне кажется, больше всего это подходит сюда. Что там написано? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу, который в тайне, и Отец твой видишь, и тайное воздай себе явное. Мне кажется, что именно вот этот главный фундамент для нас должен быть. Вот то, что ни для кого больше не видно. То есть ежедневно, на каждый день я строю, начинаю день, мой фундамент. Это когда я нахожусь на колене, и никто не слышит, никто не знает, а только это с Господом. Я думаю, что каждый согласится с нами, с этим. Но в молитве Отче наш есть различные нужды. Мы знаем там 7 прошений. Первые 3 прошения, которые касаются к Богу. Да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя. И 4 дальше, которые ближе к нам, они все же роднее нам. Чтобы Господь давал нам хлеб, нас на сушный, чтобы нам просил долги наши, чтобы избавил нас из кушения и от лукавого. Но все же я думаю, что если мы будем в наших молитвах в тайной комнате, то если мы это будем делать прежде всего, чтобы светилось имя Божие, то все другие нужды, все другие, то, что касается Нагорной проповеди, наши отношения пред людьми, наши отношения пред детьми, наши отношения пред соседами, наши отношения между женой и мужем, они как-то решатся намного проще, если мы будем хотеть, чтобы через нашу жизнь светилось имя Божие. В этом году, наверное, это центральный стих, который я пытаюсь все больше, больше, глубже, глубже заложить в свое сердце, и чтобы больше про этот стих проявлялся в моей жизни. Я знаю, что каждый день мы строим, и приходят такие испытания, которые трудно себе представить. Кто-то из нас живем, и думаю, у нас испытания мелкие, и я могу пройти их так, даже не вникая, не вглубляя в Слово Божие. Но, например, на этой неделе были такие две новости, нехорошие новости, как молодые семьи, немножко дольше, чем мы, семейные пары. Одна пара, которая ехала, молодые ехали в машине, и муж разбился, а жена осталась оживой. Вот для них очень большое пришло испытание, особенно для той сестры, которая осталась живая. И хорошо, что о них было хорошее свидетельство, то, что у Господа, мы верим, что он пошел к Господу, муж, но для этой сестры, для их родственников большое испытание. И зависит, в каких они отношения были с Господом, в каких фундаментах, как она дальше может остаться, служить Господу. Другая семья, тоже молодая семья, очень хорошая, любят Господа, служат, имеют христианское образование, но и молодого это брата, жена начала очень быстро слепнуть. И не могут помочь врачи, и она уже практически ослепла. Это испытание, которое не хотел быть, очень тяжелое испытание, просто представить для себя. Но тоже зависит, как они среагируют, будут ли они продолжать служение, как они будут вести себя с детьми, какое их отношение будет между друг другом. Это зависит, какой их фундамент. И мы знаем, что Господь поможет им пройти, возможно, исцеление будет. А возможно, таким путем, ведь в истории много было хороших, святых людей, которые не видели. То есть для нас мы можем смотреть на эти стихи и думать, в моей жизни всё мелкое случается, и я это могу пройти. Но мы никогда не знаем, какие испытания нас ожидает сегодня, вечером или завтра. Размышляя над этим стихом, мы решили сделать вот такую картинку. Здесь написано, «Досвятится имя Твое». Повесили себе в дом, и чтобы каждый раз, когда я прохожу в этой комнате, именно в этой комнате, чтобы я видел, чтобы моя жизнь, чтобы моё желание, это чтобы светилось через мою жизнь, через мои уста, через моё хождение пред Господом, имя Божье. И если я буду каждый день заливать такой фундамент, то независимо, какие испытания придут, мне будет легче их преодолеть. Мы это сделали для себя. И другие могут тоже приобрести, заказать, сделать. Также записал молитвенный список, молитвенный лист, чтобы прежде всего, если даже с утра мне не будет времени достаточно помолиться за всех, о хлебе нас, на хлебе насушном, других прошениях, но чтобы мне в первую очередь попросить, чтобы Господь прославился, Господне имя светилось через мою жизнь. И это самое главное, самое большее, что может быть. Поэтому, братья и сестры, заканчивая, мы помним, что мы все строим, что смотреть на брата в церкви и смотреть то, что он успешен духовно, это не значит, что я буду успешен духовно, если моя жизнь не имеет фундамента духовного. Субтитры создавал DimaTorzok Заканчивается год, и мы уже знаем тему, почти все стихи выбраны на следующий год, 2018 год, который мы будем изучать. тема будет обетование Божие. Что мы делали? Мы выбирали как минимум одно обетование из одной книги Библии. Естественно, что 66 книг Библии, а 54 недели в году мы не выбрали со всех книг, но мы старались выбирать те, которые нам кажется будут более полезны для нас. Но меня испугала немножко одна деталь. те стихи, которые мы выбирали, они настолько тяжелые, и их как-то бы я боюсь, что не смогу их изучить правильно, точно. Например, в этом году, как мы поступили, я брал и мы шли по книге доктора Мартина Нагорной проповеди и чтобы быть уверенны, чтобы держаться более истинной, я прочитывал его книгу, размышлял над этим, молился. Но сейчас будут стихи, о которых я никогда не слышал даже проповеди или давно это было. Поэтому у нас появилось желание, как это сделать, чтобы это было легче для меня и каждого из нас. Мы решили сделать мы решили создать группу на WhatsApp и там каждый желающий может записаться туда, может перейти на эту группу под видео и в конце недели, когда у вас есть какие-то мысли на тот стих, вы можете написать звуком, можете написать текст и таким способом мы будем вместе изучать этот стих и в конце недели делиться. Поэтому я понимаю, что еще время до Нового Года есть, но все равно я уже ссылку буду давать под видео, где вы можете записаться. Там я тоже, когда буду картинки делать на стих, который мы изучаем, быстро смогу выставлять. Иногда я или в дороге, или не могу сделать рассылку, но там мне проще будет с телефоном это сделать. Поэтому если есть вопросы или просто приходите туда, заходите и будем вместе изучать Слово Божие. С Господом! Слово Слово Божие 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 Слово Божие